МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Присоединились ко всероссийскому легкоатлетическому пробегу. Проблемы бытовые. Жители дома на улице Пушкина никак не могут добиться проведения капитального ремонта в их ветхом доме. Благородная профессия. Накануне воспитатели и дошкольные работники отметили свой профессиональный праздник. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. И начнем с события общероссийского масштаба. Вчера Рязанская область присоединилась ко всероссийскому Кроссу-Наций-2015. Вместе со всей страной почти 4 тысячи рязанцев пробежали дистанцию в 3 километра. Всероссийский день бега или Кросс-Наций-2015 уже давно стал самым массовым и масштабным спортивным событием всей страны. Ежегодно, начиная с 2004 года, на центральные улицы городов, чтобы пробежать трехкилометровую дистанцию, выходят тысячи жителей России. Рязань уже давно присоединилась к физкультурному легкоатлетическому забегу. Сегодня собралась молодость. Спортсмены – это красота, сила бега. Посмотрите, какие красивые, талантливые, стремящиеся победить каждый. Поэтому желаем нашей молодости, нашим молодежи побед не только сегодня, побед всегда. Как подсчитали организаторы, в это воскресенье на старт Кроссу-Наций вышло более 4 тысяч горожан. Приходили на Соборную площадь, а именно отсюда начиналась дистанция как целыми семьями, так и трудовыми, школьными и студенческими коллективами. Мы сегодня пришли, ну, по-моему, на взгляд, нас больше 400 человек, по регистрации вот еще не сообщили. Маленькие детишки, сотрудники, бежали километровый забег, мы бежим 3 километра, все в основном. Я думаю, что это даст нам хорошее настроение. Мы говорили о том, что самое главное для нас – это участие, чтобы мы пробежали. Если у кого-то удастся пробежать лучше, чем свой результат, который, может быть, был в школе по нормативам, это уже будет успех. Если кому-то удастся войти в тройку, это будет совершенный успех. Но мы настраивались именно все вместе прийти, все вместе пробежать, почувствовать себя одной большой командой Медицинского университета. Первый забег прошел по маршруту Соборной версты. Километр преодолевали самые младшие участники, чей возраст не превышал 10 лет. Тяжело было, сложно? Тяжело. А почему тяжело? Потому что меня на полупути задавили. Прям задавили тебя? Да. А как? Скажи. Вот я бежал, мне под ножку поставили, и на меня, меня не увидели, я встал, и на меня напрыгали. А как же потом добежал-то? Ну, не знаю, собрался все силы свои и добежал. Сколько раз участвовал в Кроссе нации, и почему тебе нравится бегать? Я еще ни разу не участвовала, но бегать нравится, потому что, ну, получается, это оздоравливает организм. Я тренировалась, вчера на стадионе бегала. Ну, оказывается, это не так легко, как я думала, но все равно я получила удовольствие от этого забега. Я думаю, что в следующем году тоже пойду на Кросс нации. А далее стартовал основной трехкилометровый этап. Среди лавины бегунов кто-то бежал ради спортивного результата, кто-то же для собственного удовольствия. Первенствовал на дистанции в 3 километра спортсмен Александр Именин, входящий в десятку лучших стайеров страны. Трешку он одолел за 8 минут 33 секунды. Среди женщин лучший результат показал Татьяна Сычева. Ей дистанция покорилась за 10 минут 21 секунду. Впрочем, важно отметить, что Кросс нации – это не просто спортивное состязание, но и социально значимое событие. Ведь основная цель – отнюдь невысокое достижение, а пропаганда здорового образа жизни. Поучаствовать в Кроссе нации 2015 на улице городов Рязанской области вышли порядка 20 тысяч человек. Кстати, в следующее воскресенье любители здорового образа жизни ждут в парке ЦПГО, где пройдет день ходьбы. А теперь к проблемам горожан. К нам в редакцию обратились жители дома по адресу улицы Пушкина 47. По их словам, они уже долгое время не могут добиться от местных коммунальщиков проведения капитального ремонта в своей двухэтажке. Тем временем стены и перекрытия сильно обветшали и уже грозят большими бедами жильцам. Побеседовал с жителями дома на улице Пушкина Роман Дворецков. Не секрет, что в Рязани существует множество домов, состояние которых оценивается причем не только самими жителями ветхого строения, но и официальными властями, как аварийные. И такие жилые здания расположены отнюдь не только на окраинах города. В центре запросто можно встретить подобные строения. Например, по адресу улицы Пушкина 47, что в гороще один из двухэтажных домов в скором времени может действительно рухнуть. Хотя внешне он выглядит вполне благопристойно. Но нормально он выглядит, к сожалению, для жильцов. Только снаружи. На том месте замкнул проводку. Начал копаться, обвалится штукатурка. Разобрался, в чем дело. Менять нет смысла, потому что она вся уже вышла из строя. Решил здесь поменять. И обвалился еще больше кусок. 47-й дом на Пушкина, как говорят жители, был построен в 1957 году на болотистой местности. По рассказам местных сторожилов, возводился он в спешке. Да и за все время своего существования капитальный ремонт в здании ни разу не проводился. Ограничивались лишь косметическим, да и всегда за счет жителей. Большинство квартир в этой двухэтажке приватизировано. Однако жильцы продолжают отдавать деньги за капремонт, который, кстати сказать, местные коммунальные службы обещали еще в 2014 году. Ремонта как не было, так и нет. А дом постепенно продолжает разваливаться. Дом с 1957 года ни разу никогда ничего не делается. Нет. Если придем в дом управления, начинаем, что, да, ну, это бесполезно. Это ваша квартира, вы делаете. Она говорит, ну мы же платили-то вон сколько, 57 лет и сейчас платим. Мы даже удивляемся, если так, пускай мы хотим сказать, да, ну раз такие дома, за что мы тракопремонт платим? Мы платим опять деньги-то, вон, уходят. Ну вот рано эти деньги, пускай мы платим, вот они потихоньку нам пускай везде и делают, как надо. Жильцы дома на улице Пушкина, 47 устали от бездействия ЖЭК и пытаются своими силами привести дом в порядок. Но силы, деньги и время у людей уже на исходе. А внутреннее состояние здания год от года лучше не становится. А дорожные полицейские не перестают задерживать автомобилистов, которые садятся за руль, приняв перед этим крепкую дозу спиртного. Очередные рейды инспекторов в выходные, к сожалению, показали, что невозможные угрозы жизнью и здоровью, некрупные денежные штрафы и даже уголовная ответственность не в состоянии остановить пьянство за рулем. Последствия вождения в нетрезвом состоянии может привести к трагедии, и это известно всем. Однако пьяных лихачей на дорогах все еще предостаточно. Крупное ДТП по виду такого водителя произошло в скопине 27 сентября. Столкнулись два автомобиля, пострадавшие были отправлены в больницу. В результате ДТП водитель автомобиля Дэвен Эксио, его пассажир, 64-летняя женщина, а также водитель автомобиля Лада Приора, его пассажир и два несовершеннолетних ребенка с полученным травмой были доставлены в медицинское учреждение. Инспекторы сообщают, что в минувшие выходные на территории Рязани и области им удалось задержать свыше четырех десятков пьяных водителей. А всего на дорогах региона за минувший уикенд произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 28 человек. К другим более жизнеутверждающим темам. Вчера, 27 сентября, воспитатели детсадов отметили свой профессиональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников. Праздник возник как общественный, а дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге еще в 1863 году. Основная идея праздника сейчас – привлечь внимание общества к системе дошкольного образования и людям, работающим в ней. Жизнь человека в обществе начинается с детского сада. Именно поэтому основы общественных отношений, заложенные воспитателями дошкольных учреждений, являются определяющими в дальнейшем развитии ребенка. И задача здесь – не только дать детям знания и научить их читать и писать. Возможно, куда важнее – научить их любить, быть добрыми и отзывчивыми. Ну и, конечно, немаловажно в работе воспитателя каждый день встречать детей с улыбкой, дарить им свою любовь и зачастую становиться второй мамой. Наша съемочная группа отправилась в 26-й детский сад для того, чтобы пообщаться с людьми этой наиважнейшей профессии. Марина Табакова работает с детьми практически всю жизнь, а более того, профессия семейная. Поэтому Марина никогда даже не представляла, что в жизни все может быть как-то по-другому, без любознательных детских глаз, встречающих ее каждое утро. Родные и близкие люди отдали сердце детям. Они работают до сих пор. И у меня, в принципе, никогда не стоял вопрос, с кем я буду. Я всегда трепетно за ними наблюдала. Моя мечта осуществилась. Я работаю с детьми. За спиной у Марины педучилище, потом пединститут, 7,5 лет – учителем в школе. А после перерыва, во время которого появились собственные дети, пришла работать в детский сад. Маленькие дети, мне кажется, интереснее, чем дети, которые в школе. У них много почему, а зачем. А это я хочу, и это я хочу. На всевозможные почему ежедневно отвечает еще один воспитатель детского сада номер 26 – Светлана Петрова. Вот уже 4 года она дарит маленьким человечкам свою любовь и внимание, а заодно и учит, пока что элементарным навыком – аккуратно кушать, складывать свои вещи, умываться. Дети очень искренние. Если им что-то не нравится, они тебе прямо в глаза скажут. И точно так же, если что-то им нравится, что-то они хотят тебе выразить, тоже просто подойти их обнять или они подходят тебя, обнимают, бегут тебе навстречу, когда ты приходишь. Это очень дорогого стоит. Конечно, большую часть времени маленькие дети проводят играя. И здесь немаловажным является общение с психологом. По словам Олеси Политовой, развитие памяти, мышления, всего того, что даст ребенку хороший старт для дальнейшей жизни, лучше всего проявляется через творчество. Нарисование, лепку, аппликации. И именно игровые моменты показывают, что развивать, а что уже хорошо развито. Ну и, конечно, общение с ребенком – это всегда позитивные, искренние эмоции. Дети действительно, они очень искренние и готовы делиться с эмоциями, готовы делиться энергетикой своей. И от них очень много получаешь положительного. Поэтому мне нравится моя работа именно в плане того, что дети небоскоростные. Это хорошо. Несомненно, работа с детьми – одна из самых сложных и ответственных. И сегодня, как никогда, хочется не только поздравить с праздником всех воспитателей, но и сказать им огромное спасибо за то, что наши дети – с самого раннего детства, в надежных, заботливых и любящих руках. Творческие способности горожане могут развивать и в недавно открытой студии по изготовлению ювелирных украшений, а также украшений из стекла. Побывал на первых мастер-классах и наша съемочная группа. Теперь в Рязани можно научиться изготавливать ювелирные украшения в технике средневековых мастеров. В самом центре города открылась арт-студия Ягодкиных. Здесь любой желающий может посетить мастер-классы, на которых объяснят, как сделать красивые серьги, кулоны, подвески из муранского стекла. Также тут будут проходить и другие, но не менее интересные творческие занятия. У меня, конечно, специальные очки синие. Чтобы, наверное, глаза не опарить. Во-первых, это, но они еще со специальными стеклами, которые убирают рыжее свечение пламени, которое вы видите, а я его не вижу. Во-первых, хотела пояснить, почему Ягодкиных, потому что мы вдвоем с мужем, я занимаюсь стеклом, он занимается металлом, он у меня профессиональный ювелир. И сейчас мы открываем студию, в которой будет такое большое творческое пространство, где, во-первых, будет моя мастерская, будет выставка продажи моих работ из стекла, украшений. И самое главное, у нас будет пространство для мастер-классов, для занятий, для детишек, для взрослых. Мы будем заниматься разными видами творчества. Это и валяние, и батик, и авторская кукла. В общем, много всего интересного, полезного. В день открытия арт-студии можно было не только полюбоваться на украшения, но и выиграть их, поучаствовав в специальной лотерее. Но это не главное. Все гости ушли с хорошим настроением и огромным зарядом позитива. Впечатления такие, что вот как будто бы попадаешь в какой-то удивительный микромир, в особый городок, где полно очень много различных тайн, связанных с живописью, с картинами, с художеством, с чем-то вот первобытным, связанным с таким ремеслом, о котором знали только наши дедушки и бабушки. Ну, мне выставка эта, конечно, очень понравилась, очень понравилась студия. Но я ее вижу не в первый раз. Мы вместе с Ириной учились, и я с ее творчеством знакома уже давно. Так, у меня уже даже несколько есть украшений ее. Я очень рада, что она вот до такого дошла. Я просто уверена, что студия эта будет особенная в городе, потому что она сама очень солнечный человек, и она может дать людям что-то интересное. Очень интересный мастер-класс. И хорошо, что вот в Рязани открываются какие-то новые, пусть маленькие, но музеи, во всяком случае, ребятишкам есть куда сходить. Это очень здорово. Идея о создании такой творческой студии зародилась давно. И вот задумка осуществилась. Тут каждый может почувствовать себя ювелиром. Находится эта арт-студия на улице Красноарядской, дом 1. И это был заключительный видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет главный врач областной детской клинической больницы Татьяна Панфилова. И речь в беседе пойдет о школе здорового образа жизни. А с новостями на сегодня это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин